Тем разработчикам, которым интересно узнать, что такое локализация и с чем ее едят, я приглашаю вас на небольшую лекцию, в конце которой вы можете задать свои вопросы, а также получить сладкий сувенир из Самары. Начнем, пожалуй. Меня зовут Рита, и я работаю редактором и переводчиком компании AllCorrect. Наша компания на рынке локализации уже более 10 лет, и за это время нам довелось поработать на многих интересных проектах, проектах как с крупными компаниями-разработчиками, так и с менее известными. Но, тем не менее, развивающимися компаниями. Локализацией я занимаюсь на протяжении последних 2,5 лет, и за это время успела узнать для себя много нового и интересного, потому что изначально по образованию я лингвист-переводчик. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие этапы важны при локализации проекта, почему разработчикам так важно заполнить техническое задание, создать локит с максимально полной информацией и множеством комментариев, что такое Character Bible, зачем она нужна, и как мы работаем с субтитрированием текста и дальнейшей укладкой текста для озвучивания. Разбирать мы все это будем на примере одного из проектов компании Ubisoft. С этим разработчиком мы сотрудничаем на протяжении вот уже 7 лет, если мне не изменяет память, согласно данным нашей компании, и успели поработать над множеством интересных проектов, как для мобильных платформ, например, Rayman или же Might & Magic, например, Elemental Guardians, так и над крупными играми для консолей и ПК. Например, над Steep, The Crew, The Crew 2 и над Valiant Heights. Ну и поскольку у нас сейчас так жарко, я надеюсь, история этой игры вас немного освежит, потому что это симулятор зимних видов спорта под названием Steep. Кто-нибудь из вас слышал о нем? Отлично, замечательно. Кто из вас играл в него? Ну, неплохо, есть хотя бы одна рука. А кто из вас катается на лыжах? На сноуборде? Здорово. А кто может выполнить Triple Cork? Ну вот, тем, кто не может выполнить Triple Cork, я хочу сказать, добро пожаловать в Steep, в мире заснеженных Альп, где возможно все. Перед началом работы над любым проектом мы просим разработчиков заполнить техническое задание. Вчера Ксения из Лавар уже рассказывала немного о техническом задании и создании локита. Я добавлю несколько моментов. Конечно же, в техническом задании очень важно указать тип платформы, на которой выйдет игра. Будет ли это мобильная платформа iOS или Android, или же вы говорите о крупной игре для консолей, Xbox, нового поколения, PlayStation и ПК. Почему это важно? Все это связано с терминологией, поскольку термины даже внутри одной и той же консоли, консоли нового поколения и старого поколения, очень сильно различаются. Это проблема не только локализации игры на русский язык, но также и на многие европейские языки, например, на испанский. Как вы видите, кнопка под названием «Бампа» на старом Xbox называется кнопкой «Триггером», а на новом Xbox называется «Курком». Та же проблема возникает и при локализации текстов на разные платформы. То есть при создании текста, при создании локита важно учитывать то, что в одном случае, если мы говорим, например, о PlayStation, мы говорим с вами о контроллере, а если мы говорим с вами об Xbox, мы уже говорим о геймпаде. Разработчики этих платформ очень серьезно относятся к таким моментам, и это является шоу-стоппером, если вы неправильно переводите, или, ну, точнее, мы неправильно переводим или неправильно локализуем тот или иной термин. Также важно обязательно указать возрастной рейтинг вашей аудитории. Будут ли это дети, и, соответственно, в игре нельзя, если мы говорим о русской версии игры, нельзя упоминать ничего связанного с алкоголем, наркотиками, нельзя ругаться, можно использовать только какие-то эвфемизмы. Или же это аудитория 18+, и все может быть настолько жестко, насколько это возможно. В техническом задании также следует сразу указать все поддерживаемые и неподдерживаемые вашей игрой символы, чтобы потом во время тестирования, или, не дай бог, если тестирования не будет уже во время плей-теста и игрового теста, внезапно выяснилось, что какой-то символ не поддерживается, и вместо него на экране отображаются непонятные значки или же просто пробел, который нарушает таким образом грамматику языка, построение фразы или какие-либо пунктуационные правила. Помимо всего этого, стоит указать стиль речи, который вы предпочитаете, то есть как будет обращаться персонаж игры к игроку, будет ли это формальное общение или неформальное общение. И если у вас есть какие-то замечания, вы также можете отобразить их в техническом задании. Например, компания Ubisoft при разработке проекта Стив привлекла большое количество спонсоров, занимающихся продвижением экипировки, снаряжения, спортивной одежды и так далее. И, соответственно, у них были свои определенные требования. Например, компания Picture просила не переводить никакие названия предметов, стоящие рядом с названием бренда. Поэтому внутри игры у нас появлялись фразы в духе Black Beanie Picture или Picture White Snowboard. И рядом же с ними мог появиться предмет под названием красный сноуборд с рисунком оленя. Что-то такое. То есть это выглядело своего рода не до локализации. Но, тем не менее, таковы требования. Немного поговорим о брендах и спонсировании. В чем преимущество использования каких-либо брендов в своей игре? Конечно же, это реклама, это product placement. И таким образом вы получаете финансирование со стороны крупной компании, крупного бренда. Конечно, если этот бренд популярен, например, на территории России, как компания The North Face или Red Bull, таким образом вы еще можете привлечь в свою игру поклонников тех или иных брендов. Ну и, конечно, бренды, в свою очередь, в какой-то степени возможно облегчают задачу гейм-дизайнеров, потому что какие-то предметы и какие-то события, например, события Red Bull, Ultra Natural, не нужно придумывать и изобретать заново, они существуют в жизни. То есть это интересный сценарий, который можно использовать внутри игры. Какие минусы есть при привлечении брендов и спонсирования? То, что я уже упомянула, это недолокализация, когда у вас в меню внезапно появляются слова на английском языке и целые строки рядом с русифицированными и переведенными строками. Иногда возникает проблема с сочетаниями шрифтов. Если мы с вами говорим о дизайнерских шрифтах, разработанных специально для вашей игры, если вы заранее не озаботились тем, что шрифты на русском языке и на латинице, то есть кириллический шрифт и латинский выглядят одинаково, то, скорее всего, где-то в меню, в интерфейсе у вас могут рядом оказаться слова, которые выглядят совершенно по-разному графически. Ну и неблагозвучие. На этапе локализации вас об этом локализаторы предупредят, что какой-то из брендов может звучать не очень здорово, для того, чтобы потом в вашей игре не появилось вместо колы, например, вода под названием Blue Water или же шоколадка от компании Мандолиз. Следующий этап после того, как техническое задание заполнено, это, конечно же, работа уже локализаторов над локитом. Локит — это локализейшн кит, то есть набор всех текстов, которые есть внутри вашей игры, интерфейсных текстов, текстов диалогов, описаний, порой даже маркетинговых. Тексты можно присылать в разных форматах. Конечно же, можно не заморачиваться и засунуть их, например, в блокнот. Иногда так разработчики делают. Однако мы понимаем, что ценность такого файла для локализатора очень мала, поскольку он не информативен. Непонятно, что означают те или иные переменные, что подразумевают под собой какие-то странные сокращения, или же, что, например, автор хотел сказать той или иной фразой. Переменные wins. Переменные wins — это что? Количество побед? Или это Masha wins? Что подставится вместо переменной? Неясно. Поэтому те разработчики, с которыми нам довелось сотрудничать, чаще всего присылают свои тексты, то есть локиты в формате Excel. Поскольку в Excel есть возможность добавить в каждую отдельную колонку множество полезной информации. Например, информацию о том, что не стоит локализовать те или иные переменные и добавлять какие-то лишние слова. Информацию о том, что в данной строке есть лимит, и, соответственно, это строка интерфейса. Если вы ее превысите, то что-то вылезет из плашки, за пределы плашки. Информацию о том, что означают все или иные переменные. Информацию о платформе, которая поможет верно перевести термин из naming conventions и тем самым не нарушить никаких договоров. И информацию о том, что, например, данный предмет, упомянутый в этой строке, является частью компании Product Placement и переводить его название не стоит. Помимо текстовых файлов, локализаторы всегда рады любым референсным материалом в виде изображений. Эти изображения могут быть присланы в виде архива, при этом у каждой картинки название желательно должно совпадать с номером ID строки, либо хотя бы в названии должно быть упомянуто название самого предмета. Также вы можете засунуть все эти картинки в PDF, либо, как, например, компания Ubisoft в этот раз предоставила их в формате презентации. Зачем они нужны? Поскольку локализаторы, работая над крупными играми, не получают доступ к билдам, любая визуальная информация приветствуется, чтобы мы не допустили ошибок при переводе того или иного термина или фразы, и чтобы мы имели хотя бы какое-то представление о том, как выглядит предмет, локация, персонаж, что происходит сейчас на экране. Зачастую это полезно как для локализаторов, так и для разработчиков. Например, здесь мы видим предмет под названием CN Olympic Gloves, который вовсе не CN, то есть не небесно-голубые, а какие-то бежево-желто-зеленые, бежево-желто-голубые. О таких ошибках мы, конечно же, сообщаем сразу разработчику, и, как правило, он меняет текст. Определенно на этапе тестирования тестировщики бы тоже обратили внимание на то, что предмет назван неправильно, но так мы заранее предупреждаем эту ситуацию. Если мы говорим с вами о локите, в котором содержится информация диалоговых файлов или информация для аудиофайлов, то обязательно нужно указывать, кому принадлежит та или иная реплика. А если ваш персонаж общается не только с игроком, но и с другими внутриигровыми персонажами, желательно указать, к кому обращается ваш персонаж. Ну и любые референсные материалы тоже приветствуются в любом формате, не только картинки. Вы можете спросить, зачем нужна локализация и так ли она важна, потому что многие разработчики задумываются о ней в самый последний момент. Обычно в тот момент, когда компания успешно создала успешный продукт, который пользуется спросом на внутреннем рынке, но компания внезапно задумывалась о том, что можно получать больше денег, соответственно, нужно выходить на внешний рынок. Как вы видите, локализация важна, и игроки предпочитают все-таки локализацию не на коробке, а из коробки, причем официальную. И, как вы понимаете, игроков также не устраивает перевод только интерфейса, желательно перевести субтитры. Многие крупные компании-разработчики не озвучивают текст, а только переводят субтитры. Например, Electronic Arts зачастую так делает. Но, как вы видите, полная локализация с учетом озвучивания также пользуется популярностью. И мне кажется, что это наиболее удобный вариант, хоть и финансово затратный, потому что при чтении субтитров игрокам приходится отвлекаться от того, что происходит в этот момент на экране, отвлекаться на эти субтитры. Тем самым, не получая полного удовольствия от игрового процесса. Так, что-то случилось с кликером. Отлично. Если мы говорим с вами о субтитрировании, то к субтитрам предъявляются свои определенные требования и стандарты. Но, как вы знаете, зачастую стандарты не соблюдаются. Все зависит от того, с какой игрой мы имеем дело. Поэтому на практике при оформлении субтитров мы делаем акцент именно на тайм-коде, то есть учитываем то, сколько времени тот или иной диалоговый файл будет отображаться на экране. Чаще всего при этом сокращаем перевод на русский язык, так как русский текст воспринимается читателем медленнее. То есть один и тот же объем русскоязычный читатель читает с меньшей скоростью, воспринимает эту информацию медленнее, чем тот же объем информации англоязычный читатель. Поэтому русский текст обычно выходит короче оригинала. Но, несмотря на эту краткость, мы не можем ни в коем случае пренебрегать смыслом фраз и передавать содержание фразы полностью. Ну и не нужно забывать о переносах, потому что если вы вовремя правильно не расставите переносы, разработчики, например, на этапе тестирования, или мы вовремя не расставим переносы по просьбе разработчика, то у вас получится хорошая игра с отличным текстом, но неудобно читаемая. Какие виды озвучивания бывают? Если говорить в целом, то одним из первых видов озвучивания было закадровое озвучивание, ну и господин Пучков в 90-е годы дал, придал этому виду озвучивания, подарил, точнее, ему новую жизнь. Этот вид озвучивания не используется в игровом жанре. Там предпочитают дублирование либо дублирование с учетом лепсинка. В чем разница? Дублирование с учетом лепсинка, конечно, разработчик просит выполнить только в том случае, если в его игре или в вашей игре. И лицо персонажа видно крупным планом. И движения его губ, конечно же, должны быть синхронизированы с тем, что актер русской озвучки произносит в этот момент. Это, на самом деле, очень сложный и кропотливый труд таким образом укладывать текст, чтобы движения губ совпадали. Поэтому, конечно, дублирование без лепсинка намного легче. И такой вам лайфхак небольшой, если вы не хотите затрачиваться на графику, то есть тратить много времени на то, чтобы отрисовывать движения губ и так далее, сделайте так, чтобы ваши персонажи в игре общались при помощи раций или же ходили в масках, как вариант. Непосредственно при работе над переводом и при подборе актеров озвучивания нам требуется такой документ, как Character Bible. Что это такое? Это документ в формате PDF, презентации, или просто в формате Word, в котором содержится наиболее полная информация о большинстве персонажей внутри вашей игры. Эта информация дается как в виде картинок, так и в виде мини-биографии. При этом нужно желательно указать возраст персонажа, его манеру речи, если у него есть какие-то речевые особенности, например, заикание или же картавость. Или вы можете даже указать прототип, с которого писался ваш персонаж, создавался, как, например, в игре «Стип» есть гора Манблан, которая должна говорить голосом Кейт Бланшетт в роли леди Галадриэль из фильма «Властелин колец». Вся эта информация уже в переведенном и более сжатом виде передается в студию озвучивания, в студию звукозаписи, которая должна помочь нам с подбором актеров, с кастингом. Информация передается на русском языке по той простой причине, что не всегда у режиссера звукозаписи есть возможность ознакомиться со всем английским текстом, и не все режиссеры звукозаписи владеют хорошо английским языком. Поэтому, например, мы составляем краткую информацию, что у нас есть персонаж белка-летяга супер-савояр, который должен говорить с французским акцентом и выражается примерно так же, как пипец из одноименного фильма. Чем лакит с репликами персонажей подозвучивания отличается от обычного лакита, в нем обязательно должно быть указание ограничений по времени, так называемый time constraint. Он может быть строгим, то есть мы не имеем права не удлинять, не укорачивать фразы. И он может быть tolerance или soft time constraint. В таких случаях мы можем удлинять, укорачивать фразы на определенное количество процентов, но, как правило, такое ограничение по времени встречается крайне редко, и обычно это какие-то истории голосом рассказчика, которые звучат на фоне, пока игрок проходит какое-нибудь испытание. То есть, например, стип — это горные истории, когда вы спускаетесь по склону, и какая-нибудь гора Йотэ в Японии таким приятным голосом рассказывает японскую мифологию. И на данном слайде вы увидите, как, собственно, выглядит лакит с репликами для дальнейшего озвучивания, информация, которая нам требуется для наиболее точной передачи стиля речи персонажа и так далее. И, как вы видите, тут, например, указано, что у нас есть аудиофайл. Вот он, где-то тут. Но этого аудиофайла, по факту, когда мы получаем текст, у нас нет. Что же мы делаем? Мы укладываем текст, зачитывая его вслух, по много раз, зачитывая source, зачитывая перевод с одной и той же интонацией. Потом, когда разработчик непосредственно перед самой звукозаписью присылает нам озвучиванный файл, мы можем его переуложить. И, скорее всего, мы его переуложим немного. И проблема, с которой сталкиваются локализаторы, переводя текст на русский язык, и не только на русский, также эта проблема будет у французов, у итальянцев, у испанцев, у многих других европейских языков. Проблема заключается в том, что зачастую разработчик подразумевает, что одна и та же фраза будет обращена как к игроку мужского пола, так и к игроку женского пола. Соответственно, нам в русском языке приходится эти фразы обезличивать. Как это сделать? Чаще всего мы используем существительные общего рода, такие милые слова, как «чмо», «лузер» или «молодец», что неплохо. Иногда мы опускаем эти обращения, а порой заменяем прошедшее время настоящим или же используем пассивный залог вместо «активного». То есть вместо того, чтобы сказать «я сделал», мы скажем «мне удалось». На данном слайде вы видите пример нескольких таких обезличенных фраз, которые часто встречаются не только в репликах, но и в самих диалогах и внутри интерфейса иногда. Если вам интересно, файлик с похожими фразами я могу вам выслать. В конце презентации будет моя почта. И как же избавиться от проблемы вот этой связанной с обезличиванием, поскольку обезличение несомненно приводит к тому, что текст теряет свою живость, что, конечно же, заметят игроки. Компания Ubisoft решила избавиться от этого самым простым способом, просто добавив дополнительную строку для реплик, обращенных к игрокам женского пола. Однако это финансово затратно, как вы понимаете. Но это экономит много времени локализаторам, и при озвучивании на самом деле времени уйдет не так много, как, например, на озвучивание той же фразы только для одного пола. При укладке текста, конечно же, мы сталкиваемся зачастую с тем, что те или иные термины мы не можем передать на русский язык так, как требует того разработчик. Например, для дополнения стип на Олимпиаду было выдвинуто требование использовать терминологию, которая используется Международным Олимпийским комитетом при комментировании тех или иных видов спорта. Однако, например, такое понятие, как корк, которое в русском языке звучит как вращение вокруг своей оси со смещением, мы понимаем, что оно не укладывается в рамки оригинальной аудиодорожки, о чем мы не замедлились сообщить заказчику и приняли решение совместное все же использовать англицизмы. Ну и совет, как для тех, кто интересуется локализацией, так и для разработчиков, то есть, как понять, что локализатор хорош или нет. Следите за тем, чтобы он выполнял все вышеуказанные требования, просил у вас техническое задание, задавал вопросы, это очень важно, а также, например, при укладке текста для озвучивания обязательно указывал транскрипцию тех или иных слов или хотя бы ударение, потому что в противном случае это приведет, если он актер озвучивания произнесет то или иное слово неправильно, это приведет к перезаписи той или иной реплики и, соответственно, к денежным, финансовым потерям. Ну, и, конечно же, не один процесс, как я убедилась на ваших примерах, то есть и у художников, у графических дизайнеров возникают вопросы, у программистов возникают вопросы и у локализаторов они, конечно же, тоже возникают. Нет ничего плохого в том, чтобы уточнить что-то на раннем этапе, чтобы потом при тестировании, например, это не вылилось в какую-то большую проблему, которую уже слишком поздно исправлять. Например, вот у нас была компания The North Face и в то же время в некоторых репликах понятие North Face использовалось в значении северного склона горы. То есть, казалось бы, это очевидно, но на всякий случай мы уточняли, вдруг компания во второй строке тоже подразумевала, что здесь должно быть название бренда. Обратную связь можно организовать при помощи Google Doc. Это самый простой вариант и самый удобный, потому что мы добавляем вопросы, разработчики могут быстро добавить ответы. Можно создать отдельную платформу, как делают многие крупные компании. Это более безопасный способ, нежели Google Doc. И, конечно, всегда есть вариант с электронной почтой, но в ветке, например, той же самой почтовой переписки что-то может потеряться, какой-то ответ на вопрос, а может быть, даже и сам вопрос. То есть, это не очень удобно. Какие выводы мы можем сделать? Хорошая компания локализатор должна обязательно попросить вас заполнить техническое задание. Если оно не будет заполнено, то во время тестирования или же во время бета-тестирования, когда непосредственно игроки начнут проходить вашу игру, вы выясните, что у вас что-то не так со стилем, что-то неверно отображается, и фразы звучат неестественно. Если мы говорим с вами о самом локите, то в локите для озвучивания, конечно же, нужно указать лимиты по длине строки, временные лимиты, указать название аудиофайлов, и желательно как можно скорее их предоставить, и какой-либо комментарий о том, что происходит в этот момент на экране. А для качественного озвучивания и подбора актеров важно составить character bible, следить за тем, кого выбрали локализаторы, и кого подобрала студия на роль того или иного актера, если для вас это важно, действительно важно. И, конечно же, нужно вовремя отвечать на вопросы. В конце выступления я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия за возможность поучаствовать в нем, узнать много нового. Также хочу сказать спасибо всем докладчикам, и буду рада пригласить вас на конференцию, которую наша компания организует в этом году в Москве 16 ноября на конференцию для локализаторов ЛАКИТ. И время для вопросов. Спасибо большое. Да, Ченя? Маргарита, спасибо за доклад. У меня два вопроса на самом деле. Вот все вот эти рекомендации по составлению ЛАКИТа техзадания. Были ли такие случаи, когда у вас были конфликты с разработчиками, которые там не очень хотели составлять техзадания? Такого не бывает, наверное, которые там как-то неправильно составили техзадания, вы просили там переделать это. Были ли конфликты или там прерывания вообще каких-либо контактов с людьми? Нет, таких случаев у нас никогда не было, на моей памяти точно не было ни разу. Мы всегда находим общий язык заказчиком и в крайнем случае, если заказчик просто отказывается заполнять техническое задание, не знаю, по какой причине, нет возможности, нет желания, считает неважным. В таком случае мы идем with our best guess, скажем так, и заполняем его согласно тем требованиям, скажем так, дефолтным, которые должна поддерживать игра его жанра и, в принципе, игра этого разработчика. То есть мы можем зайти в саму игру, если есть билд, посмотреть, какие там знаки поддерживаются, если говорим о пунктуации и использовать только их, ну и не использовать букву Йо. Буква Йо – это бич. И второй вопрос про ограничение фраз по полу игрока. Сейчас есть такая проблема в мире, как толерантность, и если человек вдруг, не дай бог, не определился, мужчина он или женщина, что в этом? Ну, то есть бывает такое, то есть в Фейсбуке, если открыть, то там как бы уже давно не мужчина-женщина на разграничении, а как с этим быть? Хороший вопрос, но проблема, это проблема не локализации в этом случае, а проблема будет разработчика, потому что если он изначально создал только персонажа женского и только мужского пола, третьего не дано. как-то так. Спасибо. Да. У нас был опыт, когда, например, персонажи говорили о себе в третьем лице, был опыт, когда персонажи говорили фразами наподобие тех, которые используют грудь, просто там есть, кушать, ходить, вот такое вот. Спасибо большое за доклад, очень интересно. Вопрос по липсинг, синхронизации. Как бы все помним, что в Андромеде запилили систему по динамической синхронизации? Получилось иногда не очень, но там были другие проблемы. А был ли момент, когда разработчик сказал, что, ребят, в плане липсинка, если хотите, новый морф запишем и будет кастомная фейс-анимация? Нет. Я была бы рада такому варианту, но, к сожалению, Ubisoft на своих проектах не давал нам такой возможности. И еще вопрос. Вы работали с их встроенной системой локализации, или вы просто отдавали непосредственно документ, а они уже сами это вшивали в игру? Они непосредственно сами вшивали в игру. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!